добрый всем день вы на канале риэлтора меня все ругают что нет в кадре и я очень редко появляюсь поэтому а вот он вот вам я смотрите это видео подписывайтесь ставите лайк я очень подписчикам и своим новым гостям на моем канале все о жизни риэлтора о работе в недвижимости и различных нюансах все что касается купли-продажи и аренды добрый вечер дорогие друзья сегодня у нас с вами 15 февраля я приветствую вас на своем канале да у нас сейчас 8 вечера и работа моя продолжается я бы сказала что достаточно активные у меня будни я вам сегодня подготовила и выложила на канал новые свои ролики как я вчера ездил на кондратьевский достаточно большие получились серии но очень важная информация о том как подготовить просмотры как даже организовать я бы сказала да просмотры будь то будет на аренде либо на продажу неважно когда у вас много звонков скажем так квартира в ажиотаже то надо главное правильно это все организовать особенно если вам надо куда-то далеко ехать либо показывает хозяйка конечно я подхожу к этому вопросу очень очень серьезно вот допустим сейчас мы договорились с агентом созвониться за час время 10 минут восьмого так звонка и нет я позвонила сама да я к вам еду ну как бы хорошо что я здесь рядом некоторые вообще не звонят ну раз не звоните значит вам не надо и не выходят а сейчас я с вами иду показывать квартиру на пражской 15 хочу сказать что просмотры у нас очень активные по этой квартире достаточно много и часто нас смотрят но это наверно все таки скажем так в сравнении с другими квартирами да потому что пока у нас звонков нет но и цена там стоит пока максимально здесь все таки цена адекватная и были просто звонки которые торговали торговались без просмотра аж на 200 тысяч таким я даже отказываю и про них даже хозяйки не говорю потому что знаю что она не согласится ну вот поэтому сейчас нас смотрит получается клиент со своим агентом тоже задала сразу вопрос по торгу я сказала нет никакого торга квартира квартира стоит в рынке поэтому ради бога приходите смотрите у нас пока очень даже все неплохо я хочу сказать что иногда сталкиваюсь с такой особенностью когда мне приходят люди говорят ой у вас такие хорошие фотографии а по факту она совсем по-другому выглядит квартира или наоборот собственно квартира такая замечательная фотографии у вас неудачные так я извиняюсь у меня входящий позвонила агент уже подошла время еще без десяти в принципе вот он клиент у нее еще не подошел поэтому смысл конечно показывать агенту ждем клиенты и будем встречаться показывать так вот хочу что интересно не совпадают получается у вас гид фотографии с квартирой либо наоборот квартира получается лучше чем фотографии думаешь а что лучше что у меня красивые фотографии получились или наоборот квартира лучше их нас у меня неудачная фотосъемка конечно хочется чтобы фотографии соответствовали квартире а если квартира не очень удачная то я максимально да и вообще в любом случае стараюсь конечно делать качественные фотографии чтобы это было все-таки реклама она всегда двигатель торговли иногда человек как бы понимает там где находится метраж но фотографии сделаны настолько удачно настолько допустим все но есть особенности до фотографии я не говорю про то что там увеличить как-то нет этим я не занимаюсь увеличивать пространство там растягивать вот это некоторые за счет растяжения вот этой камеры увеличивают площадь зрительно но это видно сразу нет этим я не занимаюсь как бы я за правду поэтому конечно лучше делать фотографии чистой квартиры убранный при дневном свете и без лишних личных вещей по моему даже я эту тему раскрывала и есть даже так называемый сейчас это слово обязательно вставлю английская хомстейчинг или как-то там общем короче говоря когда подготавливают квартиру и делают ее скажем так именно рекламной вот поэтому конечно мы с хозяйкой по этой квартире и делали клининг и я просила убрать все лишние вещи и так далее то есть квартира у нас подготовлена плюс в том что никто не живет показываю я рядом любое время суток поэтому и просмотры у нас такие частые вот и цена соответствующая так что сейчас я уже вот подошла к адресу обзор этой квартиры у меня есть на канале поэтому обязательно смотрите я пошла показывать вот хочу показать вам как изменилась квартира после небольшого клининга заменила хозяйка здесь стол в общем то она старый тоже оставила ну и понятно что вам нужно будет здесь либо купить еще один дополнительный шкафчик чтобы поставить сюда варочную панель ну либо вы просто покупаете сюда полноценную плиту здесь место есть чтобы поставить ее старенькая плита там осталось и вот этот стол открыли жалюзи прошлый раз были выключены батареи и мне конечно показалось что прям как-то прохладненько потому что конечно на улице зима они отключили батареи и стало холодно но утепление здесь добротная хорошая сейчас батареи горяченные в квартире очень даже тепло конечно лучше показывать днем но люди днем не могли смотреть поэтому жду жду показываю сейчас окна надо конечно здесь мыть угол строителей и пражская ну что могу сказать какие мои мнения впечатления агент на встрече начала с ними подписывать какие-то свои договора я вас омоляю то есть люди пришли смотреть квартиру и она тем самым ну в принципе не за вынуждает наверное заставляет их таким образом подписывать с ней договора сотрудничестве но каждый работает по-своему я не знаю прежде чем конечно делать какие-то подборки людям я всегда начинаю именно с того что я с вами соблюдаю какой-то порядок действий то есть сначала мы заключаем договор вы вносите предоплату о моих услугах я начинаю работать здесь же она сразу же начала с торга при том что квартира стоит на рынке по самой низкой стоимости сейчас я не лукавлю это действительно так до таких квартир несколько я посмотрела и знаю в лицо каждого конкурента знаю куда они сейчас идут смотреть все плюсы и минусы считаю что каждый найдет в нашей квартире плюсы и скажем так кто-то даже наоборот кому-то зайдете на это перепланировка так скажем увеличенная площадь потому что конечно вы по факту получаете не 20 квадратов на 23 как минимум а то и больше потому что площадь лоджии увеличена совмещено с жилой хочу сказать что это не повод отказывать ипотечникам потому что сбербанки спокойно идут на это оценка банка сбера да она будет совершенно банальной его сейчас банки делают онлайн оценку а некоторые квартиры они вообще даже принимают без оценки так что опять же повторюсь это не такая глобальная перепланировка так что вот квартиру я показала конечно они так спрашивают очень кто здесь жила может быть он тут повесился я говорю слышите но вот когда вы покупаете вторичку вторичное жилье какую-нибудь старую хрущевку там мне кажется каждом старом жилье кто-нибудь да умер при каких-нибудь обстоятельствах понятно что вы никогда не узнаете о том что в квартире могло что-то произойти но никто вам об этом не скажет никогда у нас же здесь все в порядке квартира новая принадлежала одному человеку покупал он ее по дду поэтому у нас все открыто и прозрачно квартира стоит на всех площадках рекламируется поэтому на том же сбербанке благодаря дом клик да вот такая вот реклама дом клику возможно можно сделать вам скидку 0 3 процента если соблюдите все условия поэтому на дом клики у нас на тоже стоит так что звоните приходите буду рада вам помочь и покажу любое время ну и мы с вами тоже увидимся хорошего всем дня вечера завтра пятница ну а мои будни продолжаются спасибо что ставите лайки вас становится все больше и больше до новых встреч захотела в эту серию добавить немного солнечного дня спасибо что подписываетесь ставите лайки это помогает развитию моего канала до новых встреч следующей серии до новых встреч до новых встреч